всем добрый день весенний день 1 мая я бегу на экскурсии и заодно хочу вам показать как празднуется в норвегии 1 мая но не празднуется но хотя бы отмечается и сейчас мы пойдем на встречу демонстрации которая должна выйти пройти в этом городе я уверен что вам будет интересно потому что 1 мая полностью в наших умах и в наших мозгах как голове ассоциируется с советским союзом но не забывайте что норвегия эта страна побежденного или победившего социализма и но и без этого здесь именно без демонстрации отмечания такого важного дня не можем обойтись сегодня совпало что 1 мая это воскресенье но в другие годы когда повезет и попадает на будни то это полноценный выходной день ну а теперь посмотрим что такое город 1 мая международный день трудящихся как как они 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 где и и они вот а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Так что реклама. Пост оплачен гидам. Ну что, не ожидали такого шума? Думали, осло спит? Или все собрались на одной и той же площади? Нет, нет. Кстати, это были анархисты, и они тоже шли на демонстрацию 1 мая. Хороший пример, что демократия для всех, и все в ней участвуют. Ну а сейчас мы проходим по небольшому, но очень колоритному местечку, которое просто даже вот показать и ничего не рассказывать, и скажете, вау, и это осло. Да, и это тоже осло, то место, куда я, как правило, вожу на свои фотоэкскурсии. Район со старыми деревянными домами. И вот, смотрите, вот это вот прям как улица, которая лет 200. На самом деле улицы, дома с двух сторон, сегодня так строить нельзя, они слишком быстро находятся, и туда пожарная машина не может проехать. А вот это вот ступеньки, по которым, в общем-то, довольно многие ходят. И, опять же, знаете, какой коварит. Я прямо, прямо здесь наслаждаюсь. А чуть-чуть позже, когда все расцветет, станет зеленое, здесь будет вообще красиво. Дома, которые вы только что видели, и сейчас видите, и им 100 лет и больше. Во многих из них до сих пор живут люди. И стоят такие дома, немало денег. Ну что, у меня осталось 5 минут до начала экскурсии. Я, как видите, уже далеко от центра. Ну, далеко по Осло понятиям. И, надеюсь, вам было интересно. Так что, подписывайтесь на канал, критикуйте. И до встречи в Осло или в эфире. С вами был Рами Капаров из Осло Фото Тур. Всего доброго!